В Ярославле появился первый неродственный донор костного мозга. Сегодня в национальный день донора поздравили 28-летнюю девушку и других добровольцев, которые спасают жизни. Все ли в порядке после ремонта? Какие недостатки выявлены и когда их устранят? Инспекция в парке судостроителей. Ярославские памятники готовят к 9 мая. Тщательно моют, убирают территорию вокруг. Городским службам помогают добровольцы. Хоровая Ярославия. В столице Золотого кольца стартовал первый международный конкурс молодых дирижеров. Четыре десятка участников от Магадана до Донецка. А в Ярославском художественном «Русские римляне» совокупность картин новой выставки представляет портрет вечного города, исполненного русскими художниками 19 века. На городском телеканале новости в студии Константин Пламс. Здравствуйте! Мы работаем в прямом эфире. Мэр Артем Молчанов сегодня принял участие в заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. Заседание в режиме видеосвязи провел глава государства Владимир Путин. Одна из главных тем – поддержка участников спецопераций и их семей. Власти на местах, по словам президента, должны быть в курсе проблем и потребностей этих людей. Также поднимались вопросы проверок предприятий высокого риска, принятия и исполнения решений органов местного самоуправления, кадровые вопросы муниципальной службы и другие. В основе необходимо решать те задачи, которые должны повышать эффективность нашей работы. Ну, конечно, это кадровый потенциал, это повышение имиджа муниципальной службы, которое может быть достигнуто только через решение, через конкретное решение тех проблем, которые стоят перед жителями. Сегодня в Ярославле в преддверии дня местного самоуправления наградили лучших сотрудников. Дата празднования утверждена указом президента в 2012 году. Отмечается ежегодно. Решение вопросов местного значения в интересах населения – главный принцип работы. Работа, конечно, очень интересна с населением, потому что сельское поселение в первую очередь решает все проблемы действительно сельских жителей. Очень много вопросов у нас возникает по строительству колодцев, по строительству дорог, вот именно на селе. Но вопросы решаем мы, конечно, строим каждый год колодца по три, по четыре. Всего в регионе 96 органов самоуправления. Сегодня медалями и почетными грамотами награждены 28 лучших сотрудников, большинство – женщины. Кстати, их число в органах местной власти, по данным Росстата, в три раза превышает количество мужчин. При этом на руководящих должностях значительно больше представителей сильного пола. Праздник был учрежден в целях повышения в обществе значимости институтов муниципальной власти. Муниципальная власть, как известно, она наиболее приближена к жителям, к их нуждам. Именно вот такие вопросы постоянной жизнедеятельности, с которыми каждый из нас с вами сталкивается и призвано решать муниципальная власть. В этой системе работает огромное количество людей, профессионалов. Развитие самоуправления, особенно общественного самоуправления, на уровне правильно работающего местного самоуправления, она дает большие результаты. И сегодня мы праздник именно всего нашего общества. Новый штамм коронавируса в Ярославле пока не обнаружен. Об этом сегодня городскому телеканалу сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Арктур, новый подвид омикрона, буквально на днях выявлен в стране. Рост заболеваемости им глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала к концу мая. По предварительным данным, Арктур обладает высокой заразностью, но болезнь протекает в легкой форме, а потому введение противоэпидемических ограничений не требуется, отметили в Роспотребнадзоре. В Ярославской области ситуация с коронавирусом сейчас спокойная, ежесуточное количество новых случаев заражения ковидом снижается. В Ярославле появился первый неродственный донор костного мозга. Стволовые клетки 28-летней Евгении Непапушевой подошли совершенно незнакомому пациенту, не связанному с девушкой родственными узами. Такое бывает редко. Сегодня Евгения рассказала съемочной группе городского телеканала о том, как все прошло. Наш корреспондент Алексей Машков отправился на станцию переливания крови. Там отметили национальный день донора. Евгения Непапушева стала первым неродственным донором костного мозга в Ярославской области. Девушка регулярно сдавала кровь и вдруг позвонили. Сказали, нашелся пациент, к которому подошли ее стволовые клетки. Евгения сразу же согласилась помочь. Подготовка шла несколько месяцев и в начале марта все прошло успешно. Сегодня на станции переливания крови ее поздравили с этим событием и вручили памятный альбом с фотографиями. В нем все этапы непростой процедуры. Мне поставили катетер сюда в руку, во вторую руку мне поставили иголку и стоял аппарат. Я не знаю, как он называется. Из одной руки у меня кровь выходила в аппарат, он прогонял ее и ощущал в целых клетках, которые отделялись в отдельный контейнер. А все остальное, вся кровь с тромбоцитами, все обратно мне шло через катетер в руку. В этом году уже более 900 ярославцев вошли в регистр доноров костного мозга. Чтобы попасть в этот список, нужно в первую очередь здоровье. Специалисты тщательно подбирают кандидатов даже на простую сдачу крови. Желающих сдать кровь немало, однако не все могут это сделать сразу. Например, если вы недавно сделали татуировку, удалили зуб или переболели ОРВИ. Также, если у вас низкий индекс массы тела, врачи попросят вас поднабрать и прийти в следующий раз. Те, у кого все в порядке, приходят сюда уже не первый раз. Я пришел к этому в годы студенчества, когда учился еще в Сельхозакадемии. В 2006 году приезжала к нам выездная группа. Я сдавал, будучи студентом, а потом сходил в армию и стал на постоянной основе сдавать. Особенно тромбоциты мне очень нравится сдавать, потому что я четко знаю, что непосредственно помогает человеку. Особенно, когда, например, если человек выздоравливает, так как это онкология, то, значит, родственники сообщают об этом. Для меня это очень радостная новость. Кстати, на тромбоциты самый сложный отбор. Станция работает по заявкам больниц. Такой вид сдачи крови требует особого хранения. Для этого используют специальный тромбомиксер. Сегодня, в день донора, врачи решили порадовать тех, кто пришел. Чтобы порадовать доноров, мы заказали в виде капельки крови прянички. Поэтому донорам будут выдаваться небольшие сладкие подарки. Могут выдаваться наклейки, могут выдаваться какие-то маленькие сувениры. Естественно, мы наших доноров поздравляем. Ежегодно через Ярославскую станцию переливания крови проходит от 20 до 25 тысяч доноров, которые помогают сохранить жизни другим. Алексей Машков, Евгений Симоненко. Новости города. В Ярославле проинспектировали по гарантии парк судостроителей. Городская комиссия прошла по всей его территории и осмотрела, как сохранились покрытия, лавочки, фонари после ремонта, проведенного в прошлом году. Какие недостатки выявили, знает Игорь Шевченко. Он присоединился к проверке. Парк судостроителей был отремонтирован в прошлом сезоне. Уложена плитка, сделаны новые дорожки, установлены скамейки. Появились современные светильники и камеры видеонаблюдения. Местные жители в целом довольны. В целом стало в два раза лучше, дороги сделали лучше. Единственное, что вот здесь повсюду гравий, хотелось бы заменить на... Есть такой материал на площадках, резиновый. Вот на него лучше, потому что в гравии тут могут спотыкаться дети, могут получить серьезные достаточно травмы. Для детей мало этих вот самых игральных скамеечек. Очень мало. А детей тут много гуляют, очень даже много. Ну что там? Тут каруселька, там каруселька. Мало-мало. Что-то надо еще сделать. Сегодня члены комиссии внимательно осмотрели парк, фиксировали недостатки. Местами просела плитка. У одной из лавочек торчат электрические провода. Разбиты несколько плафонов. Это уже дело рук вандалов. Случай, не связанный с гарантийным ремонтом. Недобросовестных ярославцев будут искать по камерам видеонаблюдения правоохранительные органы для дальнейшей компенсации убытков. Работы выполнены качественно. Большой объем работы был выполнен. Но на сегодняшний день мы видим, что, мягко говоря, недобросовестные жители не совсем гуманно относятся к тому оборудованию и к той работе, которая была выполнена нами. Надо установить виновника, в первую очередь, кто нанес ущерб. И при помощи органов полиции постараться привлечь и установить виновника. И удержать. И на эти деньги пытаться восстанавливать. Всего благоустройство затронуло более 2000 квадратных метров парка. Есть и план дальнейшего благоустройства. Но пока устранение недостатков. Парк судостроителей. Основное место притяжения местных жителей. Крайне важно сохранить его в достойном состоянии. Чистые скамейки, ровная брусчатка и качественное освещение – основной приоритет. Игорь Шевченко, Денис Кауров. Новости города. В Ярославле усилена работа по выявлению нарушений, связанных с правилами благоустройства города. В течение апреля только фактов размещения несанкционированной рекламы зарегистрировано более 120. Сегодня сотрудники мэрии прошли по Фрунзенскому району, обращали внимание на расклеенные, где попало объявление, разрисованные фасады домов, машины на газонах. Алексей Машков с подробностями. Основной проблемой, с которой сталкивается комиссия в любом районе города, это идентификация личности расклейщика. В некоторых случаях содействие оказывает полиция, а управляющим компаниям выписывается информационное письмо, чтобы фасады зданий привели в порядок в течение трех дней. Согласно закону 100Z об административных правонарушения Ярославской области, пункта 17.2, к ответственности привлекаются не только непосредственно те субъекты, которые проводят эту расклейку, а также организации или юридические лица, которые в ней участвуют. Размер штрафа может составить от 5 до 150 тысяч рублей. Пройдя всего несколько домов по Суздальскому шоссе, участники рейда сразу же находят все типы нарушений. Здесь и уличное художество, и бумажная реклама, и неправильно припаркованные машины во дворах. На месте делается фотофиксация с адресом, датой и временем. Далее составляется акт обследования территории, который отправляется в инспекцию административно-технического надзора. В ходе рейда комиссии было обнаружено ряд нарушений. И вот наглядный пример. Часть машин стоит на асфальтовой парковке, а хозяин этого белого авто решил пристроиться прямо на зеленом газоне. Местные жители говорят, что с парковкой действительно тяжело. Дороги узкие, да и мест на всех не хватает. И детям погулять очень опасно. Они даже вот попадают в машины здесь, и они гудят вечером. Так что это не создает мне удобство. В результате рейда сегодня выявлено 11 фактов размещения несанкционированной рекламы и несколько нелегальных граффити. Оформлены акты на 5 машин, припаркованных на газоне. Работа таких комиссий приносит положительные результаты и будет продолжена. Алексей Машков, Денис Кауров, Новости города. В Ярославле началась подготовка памятников к 9 мая. Сегодня очистили бронзовую фигуру маршала Федора Толбухина. Еще в марте специалисты горзеленхостроя обследовали мемориалы, посмотрели, что и где надо отремонтировать и привести в порядок. Составили смету работ на миллион рублей. В оперативном управлении организации 46 памятников, и из них половина посвящена героям Великой Отечественной войны. Как только установилась хорошая погода, положительные температуры, мы уже сразу приступили к ремонту всех военных памятников. Ну, так как они каждый год требуют обновления, где-то что-то потрескалось, штукатурка, где-то отлетела шпаклевка, поэтому косметический ремонт мы проводим каждый год. А у Музея боевой славы сегодня помогали юные ярославцы. Трудовой помывочный десант насчитывал более 70 человек и 3 единицы специальной техники. Ее выделили ярославские бизнесмены. Так происходит уже четвертый год. Студенты колледжа, школьники и юнормейцы провели большую уборку. С помощью моющих средств удалили пыль, накопившуюся за год. На открытой экспозиции музея военная техника год от года прибывает, поэтому следить за ней все труднее. Как обычно, пыли весной прибавляется и пыльца с деревьев. Вокруг боевых машин убрали мусор и опавшую листву. Помыли даже плитку и тротуары. 9 мая здесь пройдут городские мероприятия. Сегодня юнормейский отряд провел в субботе вместе с другими школами. Мы стараемся сделать так, чтобы Ярославль стало намного-намного чище. Очень приятно поработать, очень приятно выделить свое время личное, даже сорваться с учебы, чтобы привести в порядок вот такие места боевой славы. Все-таки это очень важно для нас, для народа. Такой работой мы показываем, что мы едины. И скоро будут праздники, и праздники приближаются. Должна техника быть в порядке. Мы сегодня сделаем. К предстоящим праздникам готовят и улично-дорожную сеть. От пыли и песка специалисты в круглосуточном режиме очищают асфальтовое покрытие, тротуары и остановки. Сейчас ежедневно в городе работает порядка 70 машин. Тракторные щетки, самосвалы и комбинированные водные прицепы. Там, где не может проехать техника, рабочие справляются с загрязнениями вручную. После такой усиленной уборки далее будут убирать, как обычно, по расписанию. Влажная уборка – это благо, будем говорить. Потому что действительно пыли очень много. Даже на ботинках не успевают чистить. По большому счету. Так что это доброе дело. Пожалуйста. Сначала приводим в порядок дороги первой и второй категории, где идет основной трафик машин, где идет основной трафик людей, остановочные комплексы, чтобы люди все-таки не дышали пылью, которая образовалась и после зимнего периода. Вопросы благоустройства обсудили на Координационном совете Красноперекопского и Фрунзенского районов. В ДК «Нефтеоник» собрались представители мэрии и активные жители. 22 апреля, в день общегородского субботника, во Фрунзенском районе люди выйдут убирать парк судостроителей. Победы на Липовой горе, сквер на Кривого и территорию церкви Иоанна Златоуста. В Красноперекопском районе определены тоже 4 общественных пространства, требующие приложения сил. Неравнодушные могут присоединиться. Люди, заинтересованные в развитии своего района, живо обсуждали вопросы и задавали свои. Мы находимся на краю южно-промышленной зоны. Интересует именно больше озеленение, чтобы благоустройство сквера, парка. Те решения, которые вот сейчас здесь выносятся, принимаются, мы их просто развиваем, поддерживаем. Если что-то на сегодняшний день, какой-то вопрос решить нельзя, мы аргументированно объясняем, почему его нельзя решить. Также обсудили голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды. Во Фрунзенском районе Ярославля предлагается продолжить работы в парке судостроителей. Голосование проходит на единой федеральной онлайн-платформе, созданной Минстроем России. Победившая локация будет благоустроена в 2024 году. Отдать свой голос за ту или иную локацию ярославцы могут до 31 мая. Предварительно на Координационных Советах было выбрано 9 территорий. Сейчас очень важно для вхождения в этот федеральный проект и получения права на федеральное финансирование активное голосование. Такие правила определены этой федеральной программой. Бюджет Ярославля 22-го по доходам и расходам исполнен на 98%. Все запланированные показатели выполнены. Главный финансовый документ прошлого года сегодня обсудили в мэрии. В публичных слушаниях приняли участие представители городской власти, депутаты муниципалитета, активисты, неравнодушные ярославцы и члены общественной палаты Ярославля. Решение мэрии сегодня записано, что и проекты бюджета на 2023 год, 2024 плановый период, и исполнение бюджета будет рассматриваться на общественной палате. Для чего это делать? Для того, чтобы наши общественники знали, что делается в области, могли давать свои предложения. В прошлом году бюджет Ярославля сохранил социальную направленность. Расходы соцсферы составили 70% всех трат или более 19 миллиардов рублей. Кроме того, выделялись средства на ремонт дорог, подъездов к соцобъектам, на благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство. На условиях софинансирования реализуются нацпроекты. В 2022 году город участвовал в пяти приоритетах. Безопасные качественные дороги, жилье и городская среда, демография, образование и культура. Также в прошлом году Ярославль занял первое место по итогам регионального конкурса проектов «Бюджет для граждан» в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан». В целом он был выполнен. Да, есть недостатки. Есть незаконченные работы по благоустройству и по социальным проездам. Но в целом в масштабах 25-миллиардного бюджета, это, конечно, небольшие недочеты, которые мы знаем, что уже в этом году будут завершены. Социальные обязательства также выполнены все в полном объеме. В бюджет города в 2022 году семь раз вносились изменения в целях оперативного принятия решений и перераспределения расходов для решения неотложных проблем и вопросов городского хозяйства. Сегодня в Ярославле открылся первый международный конкурс молодых дирижеров «Хоровая Ярославия». Он продлится до 23 апреля. Событие стало возможным благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив. Конкурс призван подарить творческой молодежи возможность профессионального общения с признанными авторитетами. Марина Смарагдова присутствовала при рождении нового музыкального события с ярославской пропиской. На карте всероссийских и международных конкурсов появилась еще одна точка. И это точка Ярослава. Даже распевка в исполнении филармонической хоровой капеллы Ярославия звучит как произведение. Начинающие дирижеры получат в управление коллектив высочайшей музыкальной культуры. В ваших архивах находится колоссальное количество рукописей древних, которые свидетельствуют о высоком уровне мастерства древних распевщиков. И мне кажется, что Ярослав должен вот эту себе роль центра профессионального певческого мастерства возвращать. Первой выпала честь выступать представительница столицы Дарьи Вериитиновой. Участники разделены на категории. Группа – это студенты и аспиранты, преподаватели и харместеры. В основном это воспитанники ведущих консерваторий страны из Москвы и Санкт-Петербурга. Категория «Б» – учащиеся и выпускники музыкальных училищ. А география – от Магадана до Донецка. Есть представители Казахстана. Сейчас они слушают первое выступление и волнуются. Немного волнительно, но в целом такое предвкушение здоровское. Хочется выйти поработать. Испытываем такой трепет, потому что впервые для нас, для младшей категории «Б» мы выходим вот к такому уровню коллектива. Уровень жюри тоже впечатляет. Председатель Сергей Якимов – декан факультета композиции и дирижирования Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Его регалии можно продолжать бесконечно. Международный статус добавляют гости из близкого зарубежья. Все члены жюри имеют богатый опыт конкурсного судейства. У истоков армянской хоровой культуры ряд дирижеров, которые получили образование Петербургской и Московской консерватории. Они дали целую прияду дирижеров в Армении. Сегодня очень важно сохранить эту духовность, которую носит в себе хоровая музыка. Эти конкурсы дают импульсы и дают понять молодому хармейстеру, над чем еще работать. На конкурс было подано 60 заявок. Для очного прослушивания в Ярославль приехали 42 молодые хармейстера. Совсем скоро мы узнаем, кто из них лучший. Марина Смарагдова, Евгений Симоненко. Новости города. В Ярославском художественном музее сегодня открылась выставка «Русские римляне». Картины представлены музеями областного центра Переславля, Рыбинска, Иванова и частной коллекции Москвы. 47 живописных работ и две графические вместе представляют портрет вечного города, исполненного русскими художниками. Марина Смарагдова отправилась на вернисаж. Спор о Бороде. Новый выставочный проект Ярославского художественного музея. Интерактивная экспозиция без экскурсовода и этикеток. Музейное действие с подлинными произведениями, анимацией, музыкой, светом и звуком. Волжская набережная 1. Телефон 72-92-87. Вечный город непреодолимо манил русских художников. Рим – сокровище, в котором гармонично уживаются античность, ренессанс, барокко и классицизм. В Италию отправляли отличников Академии художеств для повышения квалификации. Иногда помогали меценаты, реже ехали на свои кровные. Выставка показывает своеобразную преемственность живописцев. От ранних пенсионеров Академии до поздних. Что же интересовало художников первой половины XIX века? Конечно, цвет, радость, это южность страны, это красота местных девушек. И, конечно, мировой шедевр, который без устали копировал. Итальянский полдень Михаила Силаева – копия известной работы Карла Брюлова, но столь же хорош. Валаокия и Южная красавица нравились всем. Их можно увидеть в залах Ярославского художественного. Кажется, что работы впитали краской высокого неба, изумрудной растительности, архаичных развалин. Картины Генриха Семирадского, жившего в конце XIX века – великолепные образцы позднего академизма. Искусствоведы его ругали, а публика боготворила. На одном из полотен надпись, удостоверяющая, что сделано в Риме. Город был воплощенный мечтой художников. Он встречался там с тем, что видел во время обучения, с тем, о чем мечталось, что он в принципе знал и мог наконец-то встретить в натуре. Особая атмосфера, особая культурная среда – все это аккумулируется в тех произведениях, которые находятся в этих залах. Принципиально выбраны те мастера, которые не просто побывали в Италии, а которые там жили несколько лет. Выставки в складчину музейщики практикуют, но не часто. На этой выставке более всего работ из Иваново, 22. Ярославцы предоставили 13. Наши уникальные жемчужины из нашей коллекции путешествуют, путешествуют по всей России. И, конечно, нашему другу Ярославскому художественному музею мы всегда стараемся идти навстречу. И предоставили три наших уникальных работы. Очень важно развивать межмузейное сотрудничество. И, конечно, нам очень радостно, что в Ярославле открылась такая выставка. Еще один пример межмузейного сотрудничества. Русские художники в Италии также тесно объединялись, не теряли связи с родиной, хотя и вдохновлялись красотами южной страны. Теперь и ярославцы почувствуют воздух вечного города. Марина Смарагдова, Игорь Мосин, Новости города. К спортивной части выпуска переходим. Низкие цены в гипермаркете «Семья». Одежда и обувь для мам, пап и детей. Джинсы от 390 рублей. Сезонная обувь от 490. На детский ассортимент цены от 99 рублей. Приходите, ждем вас. Гипермаркет «Семья». ТРК «Альтаин». Ленинградский 123. Ярославская спортсменка Таисия Голованова завоевала бронзовую награду на всероссийских соревнованиях по шорт-треку. Сегодня в областном центре завершились состязания «Юный скороход». Побороться за победы приехали 120 юных конькобежцев из 17 регионов. Нашу область представляли 40 ребят из Рыбинска и Ярославля. На дистанции 500 метров серебро взяла Валентина Трегубова. Таисия Голованова боролась за победу на дистанции 777 метров. Именно на этом расстоянии Ярославна по итогам всероссийских соревнований заняла третье место. Теперь к погоде. О погоде на пятницу расскажу я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. По данным синоптиков, облаков станет больше. Показания термометров снизятся на 2-3 градуса. Подробности далее. Чистота – это комплексный подход в уборке вашего помещения. Мытье окон, химчистка мебели, ковров, матрасов. Ярославный Клининг. Чистота – залог вашего успеха и престижа. Телефон 33-8191. Ночью в пятницу в Ярославле облачность с прояснениями без осадков. Температура плюс 2 градуса. Ветер северный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 758 миллиметров штутного столба. Днем в пятницу в Ярославле небольшая облачность с прояснениями без осадков. Температура 13 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 757 миллиметров штутного столба. Только этой весной квадратный метр всего от 70 тысяч рублей в жилом доме единство. Успейте купить. Светлояр. 2888-00. На этом у меня все. С вами была Ольга Муравьева. До встречи в новых выпусках. Через мгновение в эфире фильм «Большая афера» в маленьком городе. Наши новости доступны на сайте gtk.tv, в телеграм-канале, официальном паблике во Вконтакте и на видеоплатформе YouTube. Сообщайте новости в редакцию по телефону 72 11 70, 72 11 80. В студии работал Константин Пламс. Спасибо за внимание. До свидания.